Памятным знаком губернатора Ульяновской области в память о праздничном параде в Ульяновской области в день 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов отметили всех участников регионального социально значимого проекта «Площадь героев труда». Этот год особенный, важный, насыщенный на события. Это год памяти, год славы. За прошедшие 9 месяцев мы с вами реализовали свыше 40 только федеральных акций. Почти каждый второй житель нашего ведения смог стать соучастником всероссийских акций. Инициатором проекта «Площадь героев труда» выставил мотоклуб «Ночные волки». Одно из наших направлений клубной деятельности – это патриотизм, воспитание молодого поколения. Потому что я не устаю повторять, что если мы забудем историю, то война может прийти любом для этого. В числе награжденных также был руководитель кузнечного двора Корч Александр Романов. Именно ульяновские кузнецы приложили немало усилий, чтобы воплотить проект в жизнь. Да, сначала мы поставили теплушку, так называемую, правую часть, если на нее смотрим. Но она уже тогда имела предположительное продолжение. То есть здесь проводы, там встреча как бы. Мы хотели сделать так, чтобы это было не совсем в традиционных формах, я имею в виду в изобразительных формах, чтобы это как-то разбивалось, трансформировалось. Проект «Площадь героев труда» получил поддержку на областном конкурсе грантов. Благодаря ему еще два года назад началась реализация проекта «Дороги войны. Дороги Великой Победы». Тогда на территории старого железнодорожного вокзала, станции Ульяновск-1, была создана композиция, посвященная одной из страниц Великой Отечественной войны. Это место является знаковым для Ульяновской и Ульяновской области. В годы Великой Отечественной войны отсюда поезда увозили бойцов на поля сражений. Это и символизирует первый памятный знак «Дороги войны», установленный в 2018 году в виде уходящего вдаль вагона теплушки. В таких вагонах привозили и раненых с фронтов, которые поступали в эвакуированные в наш регион госпитали. В 1945 году вокзал стал местом, куда приходили эшелоны, на которых воины-победители возвращались домой. Поэтому второй памятный знак «Дороги Великой Победы» выполнен в виде паровоза «Победы» – локомотива мира, радости и светлой памяти о защитниках Родины. Кроме того, в 1942 году через Ульяновск прошла стратегическая линия на Сталинград. Волжская ракада – ракадная линия железной дороги от станции Иловля, вблизи Сталинграда, ныне Волгограда, до станции Свияжск, недалеко от Казани, через станции Саратов, Сызрань и Ульяновск, стала настоящей дорогой жизни для жителей и защитников Сталинграда. В январе 1942 года Комитет обороны подписывает указ о строительстве ворсской ракады. А уже через 6 месяцев уже пускают поезда. За 6 месяцев 978 километров. В нечеловеческих условиях, героическим трудом, тысячи людей, детей, стариков, женщин была построена эта дорога. На сегодня площадь перед зданием Старого железнодорожного вокзала является привлекательным местом для ульяновцев и для туристов города, благодаря реализованному проекту «Площадь героев труда». В дальнейшем здесь планируется проводить многочисленные массовые мероприятия, связанные с празднованием значимых для страны и региона событий. Ирина Антонова, Руслан Баталов, Даниил Сурков. Новости Управда ТВ.